ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Рыба, с которой дружила девочка, была очень мудрой. Да и как могло быть иначе? Ведь она прожила на свете больше тысячи лет. Рыба, это я, Ева! Ты где? Как-то раз позвала рыбу девочка, наклоняясь к воде с мостика. Приветствую тебя, дорогая Ева. Вынырнув из глубины, отвечала рыба. Рыба, ты такая умна, так много знаешь, научи мне чему-нибудь новому. Попросила Ева. Послушай, Ева, сегодня ночью по реке я доплыла до моря. Начала свой рассказ рыба. И увидела, что люди на всех побережьях используют воду только для хозяйственных нужд. Как это? Нахмурилась от непонимания Ева. Плаванье позволяет мне перемещаться в пространстве. Продолжала рыба. Иногда я плаваю просто так, ради удовольствия, играю в волнах на солнышке. Среди людей тоже есть те, кто умеет плавать. Например, путешественники и рыбаки. Но для них это работа. Непонятно, почему люди не могут плавать и купаться для развлечения. Девочка задумалась. А что же делать? Для того, чтобы плавать, как рыбы, людям нужен такой же наряд, как рыбья чешуя. Отвечала рыба. Разве наши длинные рубашки и широкие брюки не подходят для плавания? Спросила Ева. Давным-давно люди купались с голышом. Сейчас открывать свое тело считается неприличным. Но рубашки и брюки – это неподходящий костюм для плавания. Понятно, понятно. Попрошу маму изготовить мне такой же красивый наряд для купания, как твоя чешуя. С этими словами Ева убежала. Спустя несколько недель она вернулась на берег и позвала рыбу. «Рыба, я пришла купаться. Посмотри, какой красивый костюм на мне!» «Интересно!» – вынурнув из воды, произнесла рыба. «Как ты собираешься в нем купаться?» На Еве было надето пышное укороченное платье, украшенное бантами и рюшами. Талию стягивал корсет. «Моя папа построил специальную машину для купания. На ней я смогу заезжать в воду и, спустившись вниз по ступенькам, купаться». Каждый день Ева ходила к реке. Людям очень нравились ее костюм и устройства для погружения в воду. Скоро все стали купаться так же. Но в таком костюме можно было только барахтаться в воде. Плавать было неудобно. «Странно. Неужели эти объемные складки и рюши никому не мешают?» Думала рыба, наблюдая за купальщиками. Шли годы. Ева выросла. Она по-прежнему приходила на реку купаться. «Рыба, ты здесь?» – однажды громко позвала Ева. «Знаешь, хочу тебе кое-что сказать. Ты права. Мой наряд совершенно не подходит для купания». «Когда я говорила о том, что костюм для плавания должен быть похож на рыбью чешую, я имела в виду вовсе не внешнюю красоту, а то, что наряд должен быть гладким, чтобы вы, люди, могли так же легко скользить в воде, как мы, рыбы». «Ответила рыба». Спустя некоторое время Ева появилась на берегу в обтягивающем трикотажном наряде, закрывающем туловище, руки и ноги до колена. «Как тебе нравится мой новый костюм?» – спросила девушка у рыбы. «В таком костюме купаться будет удобнее». С улыбкой ответила рыба. «Ты станешь примером для подражания». Так и случилось. Вскоре люди отказались от пышных нарядов и перешли на облегающую одежду, которую назвали «купальный костюм». «Купаться и плавать теперь стало гораздо приятнее, но ведь хочется и загорать», – как-то подумала Ева. «А что, если разрезать плавательный костюм пополам, укоротить рукава и штанины?» Так в моду вошел загар и появился первый раздельный купальник. «Наконец-то люди научились получать удовольствие от купания». Радовалась рыба, глядя на плавающих людей. «Как хорошо, что появились купальники». Дружба мудрой рыбы и Евы продолжалась еще много лет, а купальники с тех пор стали важной и незаменимой частью наряда людей для отдыха у воды. Редактор субтитров А.Семкин